Что вы видите на картинке слева? Лично я вижу все то, что я вижу на картинке справа. А именно, тот же самый велосипед, но в разобранном виде. Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать тему Listening for Idioms. Так при чем же тут велосипеды? Дело в том, что, к сожалению, многие студенты слушают идиомы вот так, в разобранном виде. И ошибаются. А я хочу, чтобы они их слушали вот так и распознавали сразу в них целый велосипед. Например, слово bring переводится как приносить, а фраза bring up переводится как упоминать. Есть большая разница смысловая между приносить и упоминать. Такая маленькая деталька, как up, короткое слово, меняет полностью значение фразы. Вот поэтому я не хочу, чтобы вы слышали слово bring. Я хочу, чтобы вы целиком слышали слово bring up. Я не хочу, чтобы вы слышали слово take. Я хочу, чтобы вы слышали сразу фразу take after. Не let, а let down. Не pick, а pick up. И я хочу, чтобы вы работали с этими фразами целиком. Потому что up переводится вверх, pick переводится поднимать, а pick up переводится как забирать кого-то на машине. Если вы переведете слово let отдельно, то это значит отпускать, разрешать. Let down переводится как подводить. Take переводится брать. Take after переводится как походить. В этом и есть смысл listening for idioms. Распознавать идиомы, узнавать в них велосипед сразу. Как можно наработать этот навык? Во-первых, внизу на страничке вы найдете список идиомы Я хочу, чтобы вы наизусть все выучили. И именно выучили не только глазами, но и то, как слышатся эти фразал verbs и idioms. Я хочу, чтобы при диалоге, когда идет поток информации, вы сразу распознавали идиомы. Во-первых. А во-вторых, если все-таки идиомы для вас не знакомы, если вам встретилось что-то типа вот этого, и вы понимаете, что все слова не имеют никакого смысла, несмотря на то, что они идут друг за другом, значит, это, скорее всего, идиома. Big переводится большой, cheese – сыр, city – город. Вся эта фраза не имеет смысла, если понимать ее буквально, значит, это идиом. To be a big cheese in a city переводится быть важной персоной в обществе. Что мы делаем дальше? Дальше мы просто стараемся не попасть на ловушки. Ловушки нас будут тестировать на такие вещи, как понимание идиом отдельно, то есть ошибочное понимание каждого слова в отдельности. Проиллюстрируем все это следующим примером. Надеюсь на то, что вы смогли решить этот диалог правильно. Давайте разберем его вместе. Что происходит в диалоге? Женщина говорит, скорее всего, это очень замечательно, то, что доктор Вильямсон живет рядом с тобой по соседству. Мужчина удивляется, действительно, и потом произносит идиому. He always raps me the wrong way. Мы можем не понимать значение идиомы сразу, но мы сразу можем распознать, что это идиома, потому что raps me the wrong way, если вы будете понимать слово в слово, it just doesn't make any sense, не имеет никакого значения. Вот, и давайте сразу распознавать ловушки. Raps, raps, a – повторять слово raps, и как бы делает так, что мы понимаем слово идиому отдельно, то есть одно слово raps. Дальше, sends him the wrong way, вот wrong way повторяется. Это был бы правильный ответ, B, если бы только мы понимали идиому отдельно. Но нам нужно понимать ее целиком. Дальше, D, Williamson steals some money. Steals, синонимично слово raps, грабит. Поэтому D также является неправильным. А почему все эти варианты неправильные? И A, и B, и D неправильные? Потому что, согласно им, мы разделили эту идиому на несколько частей и поняли ее отдельно. А вот лишь вариант C предлагает нам правильный ответ, потому что raps the wrong way целиком, как одна фраза, означает to annoy or irritate, раздражать. Поэтому C, Dr. Williamson, annoying is annoying person подходит лучше всего. Это и есть правильный ответ. По технике прослушивания само идиома вы выделяете из всех слов. Не нужно на самом деле понимать весь диалог целиком. Что сказал первый спикер, это все не важно, все это уходит в фон. Фигура становится сама идиома. Вы должны выучить идиомы. Вот в табличке на этой страничке вы найдете внизу эту табличку. Вы выучите все идиомы и потом должны распознавать. Неважно, о чем диалог, неважно, что на самом деле говорит первый спикер, второй спикер просто услышали слово wrap the wrong way, сразу вспомнили, что это значит annoying, нашли вариант ответа, который говорит annoying, и все, вы решили. На самом деле очень легко, если только вы выучите всю табличку. Так что спасибо вам большое за внимание, учите таблицу и приступайте к практике. Субтитры создавал DimaTorzok